Всем привет! С вами как всегда я, Хонеси. И в сегодняшнем видео я расскажу вам о 10 советах, которые помогут улучшить твой скил в роблекс паркур. Неважно, новичок ты или уже бывалый игрок. Потому что тут могут быть советы, о которых ты даже не знал. Так как в создании этого видео мне помогли такие люди, как Заркоп и Прокитик. Бывшие элиты. Огромное им спасибо. Ну а мы не будем долго тянуть. Начинаем. Итак, первый и самый базовый совет это настройки. Под настройками я подразумеваю как и настроить игру, чтобы она у вас желательно не локала, так и то, чтобы у вас стояли удобные вам кейбинты, удобное положение камеры и так далее. Нужно это, в первую очередь, для комфортной игры. Поэтому обязательно настройте игру так, чтобы вам было удобно и комфортно. Второй совет у нас будет это выучить все виды дэшей. Да, как бы это ни было очевидно, но уровень твоей игры будет улучшаться, если ты будешь узнавать много новых трюков и уметь их сочетать между собой. Поэтому желательно выучить все дэши и все мувмент техники в игре. Третий совет можно отнести не только к паркуру, но и к большинству соревновательных игр. А именно Playmore, что в переводе означает «играй больше». Играя больше и дольше в игру, ты неосознанно становишься лучше в ней, начинаешь больше ее понимать. А если ты еще и тренируешься, или учишь новые трюки или гэпы, то твой скилл будет расти еще быстрее. Также пытайтесь держать комбо как можно дольше. Мне лично это помогло тем, что когда я начал играть в ранкет, я умирал и получал дэмэдж немного меньше, чем мой оппонент. Кстати, насчет гэпов. Четвертый совет же будет это учить гэпы, повторять гэпы и самому пытаться составить их. Ведь паркур, по сути, сейчас построен на гэпах. И не умея их делать, вы не станете скилловым игроком. Итак, пятый и немного неочевидный совет от Заркоба. Пытайтесь занять хотя бы топ-50 в лидерборде на тайм-триалах. Пытаясь превзойти кого-то или взобраться выше по топу, вы тоже можете улучшить свой скилл в игре. Только не переусердствуйте. Что насчет переусердствия и отдыха? Шестой совет. Не заставляйте себя играть в паркур, если у вас нет желания играть. Откуда взяться желанию улучшить свой скилл или повышать звание, если вы сами того не хотите? Также сюда можно отнести совет, который относится не только к паркуру, Если вы уже долго стоите на месте и чувствуете, что ваш уровень игры не растет, хотя вы стараетесь его улучшить и уже долго тренируетесь, то просто отдохните от игры на 2-3 дня, может быть на недельку. Вероятно, когда вы вернетесь, ваш скилл улучшится. Сам не знаю как, но что у меня, что у Заркоба, такое было. Я уверен, не только у нас. Седьмой совет. Это разминаться перед игрой в ранкет. Когда вы размяты и разогреты, вам будет намного проще соперничать со своим оппонентом. Также в этот пункт хотел бы добавить совет. Не злоупотреблять стимхопом или дроп багом в обычной игре. Так как в ранкете их делать нельзя и вы можете очень тупо зафейлиться, просто забыв, что в ранкете их нет. Еще совет, который также относится к седьмому пункту, так это то, что если вы уже начинаете титдовать или злиться из-за каждого слитого матча в ранкете, то просто выйдите из игры и отдохните от нее хотя бы на 30 минут. Так как когда вы злой и не собранный, вы начинаете допускать только больше ошибок. Поэтому просто передохните. Восьмой совет. Это научиться совмещать спидволт с другими трюками. Это нужно научиться делать, потому что сам по себе спидволт без всего поможет вам пролететь всего на 30-40 метров, что очень мало. А спидволт, после которого было сделано хотя бы 2 грапплер дэша, уже даст значительный буст и преимущество над вашим оппонентом. Девятый же совет. Это временно перейти на гирлис. Научившись играть на гирлисе, игра на грапплере или макрейле покажется вам даже слишком простой. Отчего вы можете значительно начать лучше играть на том или ином гире. И последний, завершающий совет. Так это то, что вы должны просто выучить карту. Да, каждый опытный игрок в паркуре знает карту чуть ли не наизусть. Что помогает делать просто нереальные дэши. Вот лично я карту не знаю так хорошо, как хотелось бы. Ну а вот такой информативный видик у меня получился. Ставьте лайк, если вы узнали что-то новое, или я вам чем-то помог. Еще раз хотел бы поблагодарить прокейтика Заргубом за помощь в создании этого видео. Ну а с вами был, как всегда, я, Хонеси. Еще услышимся. Субтитры создавал DimaTorzok